И как всегда, снова ночь, а мне не спится. Вот решил почему-то, не знаю почему, попробовать настроить вот это вот безымянное пианино. Что оно из себя представляет в плане строя, я еще не пробовал. Вот как раз буду сейчас пробовать. Настраивать такие типы инструментов очень просто. Достаточно снять весь клавишный механизм. В данном случае он объединен в одно. Иногда ударный механизм снимается отдельно. И можно, защипывая нужную струну, смотреть, какой ноте она соответствует. Не знаю уж почему, но очень часто ноты на таких старых инструментах подписаны. Зачем, не совсем понимаю, но вот подписаны. Как вообще происходит настройка, первичная настройка вот таких инструментов? Таких я имею ввиду запущенных и не настраиваемых очень-очень долгое время. Происходит она следующим образом. Я просто беру ключ и тяну струну, вот пока она тянется легко. Как только я встречаю на своем пути прокручивания хоть какое-то препятствие в виде, скажем так, различного рода сопротивлений струны дальше тянуться, я перестаю ее вытягивать. И таким образом через некоторое время у меня образуется несколько групп звуковых на нескольких, как правило, регистрах. И из расчета на это, ну, кстати, нужно еще принимать в расчет то, что вот натянул струну, и надо понимать, что таких струн здесь будет 220. То есть, как бы суммарное натяжение резкое, не сломал инструмент. Вот, поэтому потом образуется несколько групп. И я просто понимаю, какую группу под какую лучше подстроить для инструмента. Вот. А вот с этим инструментом совсем же все волшебно, потому что он-то безрамный. Здесь нет чугунной рамы, здесь есть только чугунный струнодержатель. Вот он выглядывает. Поэтому здесь совсем все должно быть ювелирно. Итак, после некоторого такого времяпрепровождения, что у нас получается в итоге? Значит, в итоге у нас получается вот следующее. То есть, здесь крайняя нота, потому что... Вот, ми. Так, ну не буду вас дальше мучить. В общем, вы поняли, да? Вы можете прослушать басы. В общем, настроенного здесь мало, но зато мы слышим, что инструмент где-то на тон, но строй держит. То есть, это примерно соль. Но опять же, я уточню, что соль не 440, а 430. Я напоминаю, что инструмент безрамный. И вообще, когда такие инструменты реанимируешь, надо быть вообще готовым ко всему. Вот. С этим инструментом вообще страшно. Потому что, если вербельбанк резко оторвется, а оторваться он может в любой вообще момент, потому что я-то не знаю состояние клея внутри, и никак я это не проверю, то пианино взорвется в прямом смысле этого слова и разлетится на куски. И такое бывает со старинными стойками, когда резкое натяжение заставляет пианино просто взрываться. Хотя иногда это происходит и из-за системы отопления, например. Да-да, не удивляйтесь, и из-за этого. То есть, что у нас получилось? Вот. Примерный строй. Некоторые, кстати, колки в самом деле не держат. То есть, надо подбивать. А некоторые, вот без лишних вмешательств, начали держать. И вместе с этим начали появляться вот такие, видите, микротрещинки на внешнем слое. Вот если вы посмотрите, да? Вот видите, рядом с колками появляются такие микротрещинки. Видите, да? Вот это вот. Это вот то, что я говорю. Вообще, честно говоря, мне этот инструмент напомнил прошлое, когда я в далеком, далеком прошлом в школе, в младших классах сделал гусли. Так вот, там было по одной струне на ноту, соответственно, как у любых гусли. Там всего было диапазон в диатоническую октаву. И вот настройка тех гусли, она очень напоминала то, чем я сейчас минут пять занимался. То есть, вот это все я буквально минут за пять на слух по полутонам что-то сделал. То есть, без особых премудростей. И эксперимент показал, что на тон ниже инструмент спокойно настраивается. И строй держать будет. А выше я бы не рискнул. Я бы посмотрел, как оно дальше вообще будет себя вести. Потому что все-таки надо уважать мало того, что тот возраст, а еще и тот путь, который инструмент этот конкретно проделал. Вообще, надо любой инструмент, как личное детище мастера, уважать. Даже если оно немножечко с брачком. Итак, первичная простройка этого пианино закончилась. Кстати, неожиданностью для меня стало то, что когда я его передвигал, все-таки оторвалась бачка. Поэтому пришлось вот сейчас сверлить еще два самореза под разным углом, специально, чтобы они не давали, хоть как-то не давали ей оторваться. Ну и, соответственно, для красоты и для симметрии здесь точно так же. А наши огромные гусли уже почти готовы. Сейчас можно собрать ударный механизм и попытаться настроить в чистовую. Но верха, кстати, тоже довольно-таки приятно удивляют своей податливостью. Поэтому, думаю, что-то получится. Немного усложняет настройку тот факт, что здесь молоточки сплошным рядом идут. Вот это здесь молоточка просто нет, так-то он должен быть. Потому что обычно, даже у обердемпферных инструментов, в механике есть окна. Но, опять же, не во всех. То есть, это вообще инструмент, хоть и примерно 1870-х годов, но слишком уж архаичной конструкции. Уж не знаю, зачем так было сделано, но мне это нравится. И поэтому, рановато я поставил сюда механику обратно. Придется его сейчас, как гусли, настраивать путем щипка. Ну, или как-то пытаться клинышком там пролазить. Но мне это, знаете, что-то как-то не очень нравится. Поэтому я лучше так, знаете, по-привычному, по-народному. Всё-таки нашёл я интересную альтернативу. Вот, смотрите, где окно есть, нет демпферов. Ленты нет. Где можно защипывать струны так, или там клинышек какой-то использовать, ленты нет. А вот там, где есть демпферы, точнее, вот эта вот клетка, и нету окон, там вот если приглядеться... Где ленты? Вон там лента. Заглушила струны. То есть, я по одной струне сейчас настрою. Вот. Там, где совсем недоступное для работы место. Потому что вот даже здесь не особо удобно. Вот здесь лента до этого момента и протянута. Вот она здесь. Здесь уже можно дальше. Вот. Сейчас я настрою вот этот промежуток. А потом уже буду использовать клинки, там, ну и всё остальное. То есть, как-то вот такая вот интересная альтернатива. Сейчас по одной струне я настрою, а потом придётся, скорее всего, щипком всё-таки дотягивать до унисона. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Посмотрим. Итак, что же получилось? Вот, я простроил небольшой диапазон. А, ну да. Здесь, кстати, некоторые колки надо бы подбить. От ля до ми. Нет, почему до ми? Стру. Вот. До диеза. Ре уже не входит. Вот слышите тройные ноты. Это вот как раз-таки то, что не держат. Это надо будет подбить. Вот. Сейчас можно будет перейти уже к нижнему регистру. И, надеюсь, уже скоро заканчивать. Итак, что же получилось? Всё. Я его настроил по всей длине и ширине. Есть, конечно, ноты, которые не настраиваются даже вот в басах. Ну, вот не настраивается она и всё. Ну, зато бас довольно-таки, кстати, красивый. Несмотря ни на что. Давайте я вам сейчас немножко на нём что-нибудь сыграю. Вот. И будем прощаться. Потому что, например, сегодня в этом инструменте я уже делать уж точно ничего не буду. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Вот ещё параллельно исправляю дефекты. Потихонечку подтачиваю вот эту вот крышку переднюю. Потому что, кто помнит из прошлых видео, она вообще не становилась на место. Она мало того, что деформировалась, так она ещё и на место вообще не встановилась. Приходилось её чуть ли не вбивать натуральным образом. Вот. Сейчас как-то вот... Ну, это ещё всё в черновом варианте. Надо будет ещё доделать. Какой-то дурень... Я только сейчас это заметил при работе, при настройке. Приклеил вот эту вот планку декоративную. Она была приклеена вот сюда. Так вот, какой-то дурень приклеил её ещё и к самой боковине. Ну, это же надо такого вообще додуматься. Зачем? Непонятно. Но это, знаете... Вот так вот это в конце концов должно быть. Вот так. Ну, давайте я вам что-нибудь сейчас на нём сыграю. И будем уже точно пока что прощаться. Субтитры создавал DimaTorzok